Селяне Славянского района хотят жить, пользуясь всеми современными благами. Без скидок на удалённость своих населённых пунктов от города. Почему бы и нет? Особенно если решить их житейские проблемы им помогает глава района. Посещение Петровского сельского поселения Романом Синеговским с его заместителями и представителями всех необходимых служб началось со станичной детско-юношеской спортшколы, которая занимает здание, приспособленное для занятий такими видами спорта, как «Борьба» и «Тхэквондо». Здесь нужна замена окон как в спортивном, так и в конференц-зале. Этот вопрос будет рассмотрен в администрации района. В спортзале 9-й школы по краевой программе полным ходом идёт ремонт. Уже осенью, после его завершения, окончания занятий физкультурой на свежем воздухе, учащиеся школы смогут заниматься в обновлённом зале. Хутор водный не назовёшь большим, и тем не менее он благоустроен. Здесь есть магазин со всем необходимым, есть свой фельдшерский-акушерский пункт, где ведёт приём хороший фельдшер. Роман Синеговский приветствовал участников схода и проинформировал их о той большой работе, которая идёт в районе по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к зиме, по совершенствованию материальной базы учреждения образования и здравоохранения. В частности, выполнен капитальный ремонт старого здания Петровской участковой больницы. Районная администрация оснастит его мебелью и оборудованием. Для хуторян установлена спортивная площадка с силовыми тренажёрами. Жители хутора видят внимание к их проблемам и ценят их решения. Что же волнует селян? Это работа маршруток, неудобно выбраны маршруты, время движения, нестабильность электроснабжения, скачет напряжение. Беспокоит их и то, что река сильно закорчёвана, что представляет опасность при ледоходе. На все вопросы глава Славянского района отвечал обстоятельно, при необходимости обращаясь к специалистам, которые приехали вместе с ним на сход. Встреча с жителями водного была полезной во всех отношениях. Вертикаль власти доступна для всех граждан, в том числе, где мы сегодня с вами присутствуем. Если вы заметили, что, будем говорить, по большому счёту, таких сложных вопросов, недовольства народу не было, потому что общение, будем говорить, периодичное, те обязательства и задачи, которые мы ставим перед людьми, мы практически их выполняем. Диалог, я думаю, полезный, нужный, потому что все те насущные проблемы, которые сегодня есть у народа, мы должны о них знать и в любом случае помогать людям решать их. И ещё одна отличная новость для водного. После проведения отделочных работ уже в этом году вступит в строй новенький клуб, в котором будут проводиться все культурные мероприятия для хуторян. Здесь новогодняя ёлка зажжёт свои огни для детворы. Эта новостройка – лучшее свидетельство, что о небольшом хуторе не забывают, стараются ему помочь. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».